Они молоды и активны, а их любознательность не заканчивается экранами телевизора или монитора. Сегодня в ДК имени Воровского состоялась вторая летняя сессия юных журналистов. В ней приняли участие около 30 ребят, прошедших обучение в школе журналистов в таких подмосковных городах, как Воскресенск, Ногинск и Жуковский. Я не могу сказать, что дети приходят и они знают о том, что точно они будут журналистами. Они приходят, скорее всего, для того, чтобы познакомиться друг с другом, найти новых друзей. Потому что найти, оказывается, в нашем мире новых друзей очень сложно, только в социальных сетях, а всем хочется вживую. Для того, чтобы раскрепоститься, потому что дети умеют общаться тоже в социальных сетях, но вживую общаться, оказывается, сложно. И в-третьих, ну, наверное, чтобы найти какие-то приключения себе. А школа журналистов – это все-таки приключения, потому что найти у кого взять интервью, взять это интервью, найти в себе смелость просто подойти к человеку и взять какой-то комментарий или провести опрос. Это, конечно, та история, которая заставляет ребят и переживать, и в то же время учиться чему-то новому. Радио, сценическая речь, актерское мастерство. Для юных журналистов провели ряд увлекательных и познавательных мастер-классов. Благодаря им юные корреспонденты попробовали свои силы в профессии журналиста и в смежных ей областях, а также раскрыли в себе неизвестные ранние способности. Узнать информацию о своем идентификационном номере можно с помощью сервиса ФНС России «Узнай именно этот», размещенного на сайте налог.ру. Они пробуют себя в прямой трансляции, в прямом эфире. Равенская радио дает такую возможность, чтобы ребята и сделали самостоятельно новости, и попробовали провести эфир с гостем. То есть настоящая такая журналистская работа, пусть на небольшом уровне, но каждый может попробовать себя в чем-то. Я рассказал юным журналистам, начинающим, о вообще структуре нашего Дворца культуры, немножко истории, ну и о тех профессиях, которые есть у нас. Потому что в своей работе в журналистской они наверняка уже сталкиваются и будут сталкиваться с различными профессиями, с людьми разных профессий и будут взаимодействовать с пониманием того дела, о котором они говорят. Это и художник по свету, и звукорежиссер, и актеры, аниматоры у нас. Пока юные корреспонденты оттачивали новые навыки, полученные в ходе мастер-класса, за круглым столом встретились взрослые журналисты, представители подмосковных информагентств. Главная тема обсуждения – медиаобразование. Главная проблема – как и чему учить молодых людей. Какова логика вот этого медиаобразования. Ну, я давно понимала и публично об этом говорила. Нет другого инструмента, более эффективного инструмента социализации личности молодого человека, чем работа с информацией. Взрослеют, умнеют, становятся более грамотными, более успешными, более свободными в выстраивании отношений с людьми, молодые люди, прошедшие вот такую школу элементарную, работой с информацией. Так как вторая сессия юных журналистов прошла 27 августа, в День российского кино, эта тема не могла обойти ребят стороной. Для них сотрудники ДК Воровского провели кинематографический квиз. Где все это было? Четыре. Фильм. ДК имени Воровского не заканчивает вот эти мастер-классы здесь. Равенская радио тоже не заканчивает все в этот день. Мы раз в месяц договорились проводить такие мероприятия для молодежи Равенского района бесплатно. О том, как и когда все будет происходить, вы узнаете, конечно же, на сайте Равенского информагентства www.3wramans.ru в наших группах в соцсетях, конечно же, на Равенском радио или в мобильном приложении Равенское радио. В завершение встречи юные корреспонденты должны были написать свою статью о прошедшей сессии. Победителя журналистского конкурса опубликуют в газете «Родник». Марина Миткевич, Сергей Григорьев для программы «Городские вести». Продолжение следует...